а ребят всем привет хотел бы записать такой коротенький ролик приехал к нам брат реабилитационный центр но я так ехал с ним и увез ну и он не там начал рассказывать свою историю давай потому что запишемся такая интересная глубокая на самом деле и в общем сейчас чуть-чуть пообщаемся хотел бы сразу всех поздравить всех мужчин братьев с 23 февраля у нас сегодня праздник и мы сегодня в у нас будет большое мужское собрание в общем пока вот сейчас ждем начала я думаю сейчас запишусь ладно привет добрый вечер как зовут артур артур ты приехал к нам куда геленджик город а из чудного города геленджика приехал почему там что случилось привело в реабилитационный центр грех грех заблудился видимо в жизни придавают назвать вещи все своими именно наркотики и алкоголь у меня все в перемешку ну ты что употреблял понятно где грех все становится такие духовные вещи которые сейчас очка просто давай сейчас угодики игромания короче даже не грех назовем пороки человеческие дана а те сколько лет 35 35 это же кстати в репцентр 35 лет ты когда будет 35 35 уже 36 будет и что за наркотики ты употреблял в последнее время на тяжелые уже подсел что за тяжелая героин методом мефедрон был чуть раньше последнее время сейчас на раз мефедрона начал слазить героином не начал с амфетамина еще там 2006 года там баловались а можешь рассказать так чуть-чуть свою историю там начала ты сам откуда как жил как родился родился в геленджике жил с мамой отца не знал своего никогда мама мне всегда говорила что он там без вести пропавший как бабушка отмалчивалась в 2000 году мама не стала бабушка у меня еще брат был живой и так получилось что бабушка не справлялась с нами двоими нас по детдомам отправили ты не думал скисом у меня был где был с нас на кубани городку там был школе школа-интернат и дом потом питу и потом пошла блатная жизнь тюрьму лагеря и так вот зубы для свеженных больше нести по десятка сколько сроков не у меня три раза было по три года за кражи и разик на будет и там еще до этого там 10 месяцев на тюрьме там еще на полгода ну и ты принципе вся жизнь в употреблении употребление ну такого что прям сильного не было но всегда по чуть-чуть когда-то что-то употреблял последнее время что где там понесло продал квартиру очередной раз когда могли посадить не хотел чтобы меня посадили продал квартиру чтобы а что случилось что и почему я должен бы посадить ну магниты магниты этот грабили ты религи там буклышка кофе до конец я знаю даже раньше ты вел на что можно было сразу пойти это сдать тебе сразу давали наличку и за эту наличку до на пол цены у нас магазин о века назывался такой в каменске и можно было тырить туда привозить сразу коньяк брали кофе брали короче и сразу можно было ехать брать творится я так понял ты также до специализировался короче хлопнули до вас ну конечно нужды сколько 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 бы не крал и тебе все равно все мало 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 но всему свое время это заканчивается все заканчивается там до поры до времени ты не можно неуловим и если нужно было короче день и нашу 20 и у меня там было четыре пять эпизодов и я спросила что как мы можем порешать чтобы я в том моменте 65 не сидел и не хотелось больше вообще не хотелось не хотелось ну вот там 300000 плюс у меня надзор еще был у меня шестилетний надзор если очень не вариантами горели там 500000 мы решим вопрос я буду они сумасшедшие деньги ну 300 мне сказали за 300 они как бы были уверены что я и 300 у меня была квартира чё за квартира бабушки осталась квартира да ладно бабуле квартиру для денежеке ну ты счастливчик и что но я продал ее порешал свои вопросы для слова брал квартир за 2 миллиона 800 тысяч это дорого или нет это средняя цена реальная цена на тот момент была где-то в районе там четырех с половиной пяти миллионов а сколько одна комнатная но хорошем месте там торопился доброго логича нас и чего ты ухватываешь два два с половиной 800 300 300 отдаешь вам две пятьсотки остается и дальше я сейчас когда тебя спросил и чё дальше у тебя глаза заблестели даже ты наверно даже присел когда-то с этими две с половиной миллиона и вышел в геленджике мне казалось король геленджика сначала было как я я хотел купить что-то я помогла когда я пошел пошел звонить я почему продал ты дешево я посмотрел зашел на сайт авито вот если вы заходите сейчас там цена не соответствует действительно на сайтах я да я даже не умудрился позвонить просто посмотрел там думаю так государь 2 миллиона 2 миллиона 300 там шикарная я думаю 500 еще останется а по факту это это же квартира который танцы 2 500 она по факту стоит 4500 это у них маркетинговый ход такой же звонили до ничего в итоге ты короче я понимаю что я но на эти деньги я уже не могу себе купить квартиру я себе там назови с него ничего началось ну чё чё это я думаю ну я всю жизнь занимался этими ставками на спорт думаю вот и будет не 2 миллиона 4 миллиона на самом деле поначалу все как бы хорошо так получалось много много этот выигрывал много да выигрывал ну но итог один тратил тратил много на чё тратил на шмотки на всякие там то что себе никогда не мог позволить наркотики употребил да конечно что за наркотики мефедрон начал тягучий мефедрон на первый раз денежки шмотки мефедронов и как долго все это длилась и кураж деньгами с мефедрона 100 20 месяцев до 100 на месяца идут по на миллионам как как коровы языком да офигеть слышно у меня на что код вопрос очень сильно сейчас хочется понять вот когда у тебя все закончилось и ты с этими надходосов мефедронов что вообще твои башки произошло вот так вот что ты переживаешь чувствуешь что так что произошло любимая которая была рядом ушла появилась любимая да как и продал что деньги закончились там хозяйка которая снял там на три месяца у меня нужно тот момент заканчивая продлеваем там зале ума туда да что еще там денег нету друзья ушли девчонка тоже с вами нет я понимаю сам сам собой сижу в этой квартире съемки уже вещи собрал я думал свалить это пораньше чтоб ну вот если она придет что с ней не перезиделся потому что я уже там уже там жил уже в долг два дня в долг я говорю что сейчас что-то там придумают что-то там такие но подкинул и и вышел я упомнил что там рублей 800 на карте оставалось я кушать хотел пошел в этот пятерочку зашел купил себе там что-то в пекарне это булочки не булочки и из пятерочки выхожу и приятеля одного встретил мы с ним травились ну и чё-то разгон горит о хорошо выглядишь там ну мне там деньги то были там смотри красиво павлин вырядился только внешний вид на самом деле что происходило внутри там подарили не стал говорить что продал уже стыдно сказать прострал квартиру потратил я говорю да там знакомые там подарили а чё чё куда я буду тут знакомого сейчас живут вот и он не горит блин у меня к телефон все может быть этот у тебя есть к с интернетом телефон и груда за запас пришел за методоном я буду послушаем тебя такая мысль приходит я вот я не хотел жить почему что что жизни тебе еще могу как-то брить все за кой квартира прожана деньги закончились отходу с мефедрона друзей нету подруга бросила жить не короче вот просто пустота сейчас вот реально вот это его состояние ворсот понимают и все ты вроде только на коне был продал квартиру думал какие-то планы знаешь там все жил кутил шмотки мефедрон там ставки короче и резко это все заканчивается я просто ну я реально сейчас как-то ну глубоко если вот задуматься и пережить что переживал тот момент я вот почему и задал вопрос что вообще в тебе внутри происходило в тот момент скорее всего ну такая глубочайшая пустота болит просто отчаяние и вот дальше дальше что он говорит а я не говорю зачем телефон это пойдем этот адрес там закладку заберем хочет открыть там тебя этот откуда люда ягра там много он говорит нет там типа 0 2 ну типа нам хватит а я уже себе уже уже мысль у меня было я понимал что он это много не даст а я хотел много чтобы колодца или даст до что я могу послушать давай этот как-то можем мы еще взять такой же 0 2 это уговорит ну в принципе можно без есть деньги я грубо мне как бы денег там что рублей 400 оставалось и вы денег нету но есть что продать у меня там но я пока живыми там колонка была за 30 тысяч там телефон я был запасной который можно было там спокойно за 10 продать и ну было чем продали да давай поехали в ломбард все это пошли продали взяли а это по адресу я им еще там что-то подкинул там не знали какие-то деньги все я пришел это домой со я ну я видел как варят узнал как все это делается все сварил метадон залезы да и я вот ну у меня немножко руки дрожали я вот из этих 02 ну где-то короче больше больше половины точно я засыпал заварил ну руки дрожали я понимал что я себя убиваю я не знаю может кто-то смело это делать у меня руки дрожали и все я вот сварился сделал выбрал там вот я понимаю что я раньше делал там там две-три точки вот от того что они варили они там сливали там по точке я в соплях сделал это а это я сделал ну в пять раз больше отчего должен был просто умереть ну я живой остался сейчас я понимаю почему мы там бог бога были планы и берешь ну вот и остался живой а дальше как и что вообще дальше произошло как ты дальше жил как попал на реабилитацию дальше я еще не понял что произошло я что пытался своими силами еще там на работу устроиться какие-то шабашки где-то друзьям примкнуться там потом опять начались эти магниты но история эти 7 на 5 и в итоге меня посадили мне дали мне пять месяцев отвезли меня до удмурки обратно ну где-то возили так ну кейжевского отвезли вышел там к одному приятелю пристроился там у него пожил пожил ну ты когда в проблеме в наркотиках ты никому не нужен там ты ничего не способны только можешь вред приносить и себе и окружающим я все время думал думал как так ну и в какой-то момент у друга которого жил мы там поругались с ним он мне не говорит все это я больше не могу там ума туда аккуратненько понял собрал вещи вот так иду и думал куда-нибудь да куда ничего нашел это рядом там я я вспомнил что когда-то я был там на собрании цели цели и я такой думал какой день недели там я помню что вроде бы как воскресенье думаю может суббота или воскресенье телефон сел я даже не мог посмотреть дату там какой-то таксиста по моему спросил бы до воскресенья прикинул что он по моему участвует должно быть сам я не представляю ты жил даже не понял какой день недели сегодня наш идешь и спрашивают людей какой не знаешь ты когда не я не то что я сейчас понимаю всю глубину знаешь того что значит что происходило в твоей жизни наши бьешь даже и дней не знаешь каких-то реально это жизнь зависимого человека как и живешь годами и очень не понимаешь среда сегодня воскресенье вообще те дни недели даже года наверно двадцать третий двадцать первый год тебе как-то все идет одним потоком и идет вот реально так же точно все было да и церковь может пойти посмотреть я как меня приводили туда было несколько раз ну и пришел я пришел там в этот момент там служил епископ соли александрович александрович ну я посидел послушал там братья то место кто-то кто-то меня знал кто-то меня уже видел там не был знаком подходили познакомились там чё как я вот пока сидел и я понимал что мне идти некуда мне терять тебе ты там хорошо себя чувствовал бы тебе было хорошо в том в том месте куда ты зашел в церкви конечно мне всегда церкви хорошо я не могу стать стабильно жить ну не ну вот именно в тот день когда ты зашел когда были братья ребята ты сидел и бегло спокойно просто там за 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 пять за шесть часов до этого там я я подрался я туда пришел мне там синяки были там ушибы и мне-то было спокойненько сидел вот ну как то я понимаю что верующий там не ходит это спокойная атмосфера там все нормально бить не будут выгонять не будут там может даже там что-то покормят там что-то должен ну лишь оказалось что ты здесь уже со мной давай на это будет первая часть нашего с тобой разговора потому что уже такой длинный разговор дальше продолжим она расскажет приехал на реабилитацию арте в центре поэтому такой хороший видосик записал артур рад что ты приехал что ты здесь с нами что находится поэтому я верю что у тебя будет особенный путь интересные наши просто и больше уже не будет этих глупых дней когда ты не знаешь какой день недели знаешь какой месяц и все остальное поэтому все давай геленджику привет передавай давай 23 февраля всех мужчин все молодец ребят и сразу со старту лайк колокольчик подписка может артура знает может кто-то хочет пожелать ему что-то пишем комментируем все прям дальше всех 23 февраля пока